Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Land Rover Sport 2014 года выпуска. Двигатель 3 литра дизель. На этом автомобиле мы сегодня заменим масло, заменим масляный фильтр, воздушный и салонный. Для этого мы сейчас открываем капот и экспресс-заменой вытягиваем масло. Здесь сразу изначально предусмотрено с завода экспресс-замена масла. Вот трубка поворачивается, не трубка, а заглушка, и снимается. Через нее выкачивается масло. Также снимаем крышку двигателя. И вот здесь у нас находится колпак масляного фильтра. Будем его откручивать. Установил экспресс-замену. Открываем воздух. Пошло масло. Выкачиваем. Ну все, вот у нас остатки масла. Сейчас мы немножко зальем свежего масла, чтобы грязь эту снизу подтянула. И заливаем. Снимаем шланг, протираем. И одеваем сразу заглушку. Теперь мы откручиваем масляный фильтр. Вот здесь у нас головочка на 32. Откручиваем колпак. И достаем его. Сейчас я возьму ванночку. Вот он фильтр. Новый фильтр мы будем использовать оригинальный. LR013148. Открываем его. Достаем фильтрующий элемент. Одеваем его на колпак. Также достаем резинку. И одеваем новую резинку. Старую я снял. Колпак я помыл. Новую резиночку силиконовой смазкой смажу. Смазал смазкой. И закручиваем его. Затягиваем. Заливаем новое масло. Новое масло мы будем использовать Кастрол. 5В30. С1 Ленд Ровер. Номер его по каталогу 156ЕАД. Заливаем. Вливаем ровно 6 литров. Закрываем пробку. И ставим на место крышку. Закрываем. Продолжение следует. меняем воздушные фильтры здесь два фильтра один правой стороны и один с левой стороны фильтра одинаковые откручиваем саморезы крышка крепится саморезами здесь раз два три четыре пять шесть саморезов и снимаем также для удобства снимаем вот эти клипсы и снимаем вот эту крышечку с одной стороны и с другой стороны вот шестой саморез открутил приподнимаем вытаскиваем фильтр вот этот получается правый фильтр по ходу он на вторую турбину которая включается при больших нагрузках вот видно что он чистый на нем нету грязи поэтому его мы менять не будем мы его ставим на место он меняется крайне редко кто щадящий ездит на автомобиле он загрязняется не часто закручиваем на место и и откручиваем вторую сторону так и крутил крышку здесь достаем этот фильтр вот этот фильтр видно он грязный берем новый фильтр фирмы man c35 126 и устанавливаем его и закручиваем крышку так меняем салонный фильтр для этого мы открываем бардачок вот здесь вот с двух сторон здесь и с другой стороны мы нажимаем на фиксаторы все бардачок у нас пошел ниже опускаем бардачок и смотрим так заслонка у нас закрыта поэтому мы сейчас заведем и включим рециркуляцию доводим автомобиль смотрим на заслонку и нажимаем кнопку рециркуляции заслонка у нас открылась и видно сразу наш фильтр глушим автомобиль заслонка остается открытой заслонка остается открытой достаем вот эту кассету Вот здесь нажимаем фиксаторы, флажочки по бокам и достаем кассету. Ну, как видно, фильтр уже забитый грязью. Берем новый фильтр. Новый фильтр мы будем использовать фирмы MAN-CUK1919. Вот такой вот фильтр. Вытаскиваем этот из кассеты. И устанавливаем новый в кассету. Берем и заводим кассету на место. А, пока ходили, у нас рециркуляция, опять заслонка закрылась. Заводим автомобиль. Догонки. Знаете, вот так вот. - Он глушить даже не стал. Заслонка открылась. Ставим на место кассету. Все. Фильтр вот задвинули. Он получается заходит где-то на 2 см и опускается чуть вниз. Эти фиксаторы фиксируют его. Сейчас через какое-то время эта заслонка рециркуляции перекроет воздух. Все. Салонный фильтр мы заменили. Масляный заменили. Воздушный заменили. Масло заменили. На этом все. Всего вам доброго. Продолжение следует.